всем привет сегодня короткий обзор сорта шартрес депарм это чайно-гибридная роза которая в моем саду растет уже второй год и вот на второй год дала такой шикарный пышный куст это второе цветение первое цветение было скудное на второе цветение она вот так шикарно себя показала вот такие дала классные огромные бутоны набитые очень густо махровые цветы я прям не знаю сколько здесь лепестков ну лепестков 80 точно цветок вроде бы небольшой но он вот такой высокий вот такой то есть есть розы которые вот совсем плоские становятся а у этой розы бутоны высокие как бы вам так показать затеняет вот эти капельки это следы от обработки я обрабатывала ридомилом в целях профилактики ложной мучнистой росы эта роза в прошлом году осенью поздно схватила ложную мучнистую росу не сильно но было дело я вам скажу что в этом году к счастью мне удается пока на данной розе сдерживать это заболевание то есть можно сказать что роза достаточно сильная живучая стойкая если ей помогать то все будет окей и вот хочу показать вот на этом бутоне очень мне так кажется роза схожа чем-то с плетистой розы бьян меню вот и немножечко цвет наверное фритрес депарм она более фуксиевая но вот этот край лепестков такой резной и заворот этих лепестков их так много роза очень интересная я вам скажу вот так смотрю издалека на этот кустик он вроде бы и небольшой сантиметров ну 80 высотой максимальная высокая вот эта ветка но вот так срезать эти цветы и это будет шикарнейший букет мне очень нравится кстати в срезке я не пробовала сколько шартрес депарм стоит я например не очень люблю розы срезать мне жалко все время вот когда они нарастут я все мечтаю там лет через пять когда станут все огромными кустами тогда может быть я буду там баловать себя букетами но пока же я их берегу я за каждый побег переживаю я за каждый побег борюсь как могу ну вот я очень хочу чтобы кусты стали поскорее большими пышными мощными но вот у шартрес депарм есть потенциал она сразу начала себя показывать как только я ее высадила она выдала мне длинные побеги но прямо стоячие немножечко отходящие в сторону вот она как бы прямо стоячая но на широкая роза вот центр и вот побег он сразу идет как бы в сторону тот побег тоже в сторону то есть роза любит так немножечко простор ей нужно раскинуться ей нужно показать себя имейте это ввиду лист у нее полу глянцевый такой немножечко похож на лист розы оскот много вот этих жилочек и не такие хорошо очерченные что еще по шипам роза шипастая но шипы не очень густые не робусто конечно вот шипы зимовала у меня без укрытия конечно обмерзла конечно укрытие ей нужно и здесь она растет в полу тени днем в обед часов с 12 так и до 3 может даже да нет до каких трех часов с 12 и до 5 точно она в тени от большого тамарикса под которым она сидит вот а потом она получает лучи заходящего солнышка ну скажем так полдня она на полном освещении восточная и почти практически южное солнце частично она получает ну вот в целом мне очень нравится я бы хотела сделать вот из этой розы моно посадку у меня есть желание сделать из омаж барбара и а им грейтфу такую большую скажем так моно посадку и вот я бы здесь из шартрес де парм сделала тоже сделала бы тоже большую моно посадку пока что я над этим думаю скажу честно в первый год роза мне понравилось но как-то не впечатлило было мало цветов роза так достаточно скудно цвела но в этот год посмотрите есть у нее и одиночные цветочки вот на одном побеге один цветок и есть вот такие побеги которые разделяются на четыре пять цветов то есть пять цветоножек и на каждый цветок вот так такие пять побегов скажем достаточно больших выходят из одного центрального и вот такой букет такая шапка в целом же роза очень достойно достойно нашего внимания и достойно того чтобы быть в наших садах роза создана в девяносто шестом году во франции дель баром конечно же она для нашего климата не совсем подходящая поэтому все таки а в киевской области ее лучше укрывать да и вообще на территории всей украины потому что у нас пятая зона а роза относится к шестой зоне зимостойкости на этом я закругляюсь желаю вам иметь в своем саду побольше таких классных и устойчивых роз как шартрёж депарм пусть они вас всегда радуют пока пока и и Субтитры создавал DimaTorzok